Рада приветствовать вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку с отворотиком рельефным узором. Украсила я шапочку меховым готовым помпончиком в цвет пряжи. Вы же можете заменить меховой помпончик на помпон из пряжи. Вязала я на обхват головы 54-56 см и вполне достаточно одного моточка для шапочки с отворотом плюс помпон. Если будете увеличивать шапочку до обхвата головы 56-58 см, соответственно вам нужно будет добавить один рапорт в ширину и в высоту. И тогда для помпончика просто не останется пряжи. Можно помпон вообще не прикреплять. Я макушечку буду заканчивать достаточно аккуратным способом, поэтому можете помпон вообще не использовать. Кому понравилась шапочка, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать пряжу Ализелла на гол 240 метров 100 грамм. Более подробно о данной пряже есть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Под данную пряжу я воспользуюсь круговыми спицами номер 3,5 на коротеньком тросике. Также нам понадобятся ножнички и понадобится иголочка для сборки макушки. Для начала вязания нам нужно определиться, сколько же петелек набрать изначально. Я уже вязала данными спицами и пряжей. Поэтому я знаю, что исходя из моей плотности вязания, на данную шапочку резиночкой 2х2 нужно мне набрать 96 петелек. Смотрите, у нас в принципе, исходя из основания шапочки, на протяжении всего вязания будет за основку лежать все-таки резиночка. Я не буду менять номер спиц, я не буду добавлять петельки при переходе с резиночки на основной узорчик. То есть у меня все будет на основе, скажем, резиночки 2х2. При этом я ориентируюсь на то, что мне нужно набрать число петель изначально кратное 8. Не просто раппорт узора резиночки 2х2, 4 петельки, а и раппорт основного узора. То есть это чередование 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 петельки платочной вязки. Вот это и есть наш раппорт узора. Поэтому я набираю 96 своих привычных петелек. Если же вам нужно добавить сантиметры, к примеру, если у вас окружность головы не 54-55 см, а 56-58, то, соответственно, вы просто можете сменить спицы на полразмера больше, то есть, к примеру, на четверочку. Вот, и вязать данной пряжей и четверочкой спицами уже по моим, скажем так, расчетам. Если у вас не слишком плотное вязание, а в меру такое вот, я бы сказала, умеренное, то вам этого также вполне будет достаточно. Итак, я набираю на одну спицу начальные 2 петельки для того, чтобы они не были растянутые. Далее приставляю вторую спицу и набираю остальные петли. Плюс одну 97-ую петельку я наберу для того, чтобы замкнуть в дальнейшем свое вязание в круг. И эта петелька у нас сократится, а круг будет максимально замкнут, выровненно. Поэтому я набираю 97 петелек и затем будем замыкать наше вязание в круг. После того, как все петельки набраны, достаем одну свободную спицу, на которой нет начальных двух петелек. И берем там, где у нас рабочая ниточка, спицу в левую руку, а там, где наборочный край начальные 2 петельки, в правую руку. И подтягиваем хорошо петельки к краям острев спиц. Далее, смотрите, мы первую петельку набранную переснимаем к последней, то есть с правой спицы на левую. Затем последнюю лишнюю набранную петельку мы переснимаем на эту перенесенную петлю и спускаем с работы. То есть у нас сейчас между первой набранной и второй петелькой спустилась вот эта лишняя петля. Далее, хвостик коротенькой ниточки тянем в разные стороны вместе с рабочей ниточкой. То есть, как бы затягиваем эту петельку, вот, и она у нас осталась вне работы. Теперь мы берем, подтягивая вот эти хвостики, отправляем вместе к рабочей ниточке хвостики и начинаем вязать. Рапорт резиночки 2х2 составляет 2 лицевые, 2 изнаночные. Я провяжу для начала пару рапортов двойной резиночкой, то есть с хвостиком. Вот так вот, 2 лицевые, 2 изнаночные чередуя. А затем я оставлю вот этот коротенький краешек ниточки просто, чтобы он у нас, скажем, был закреплен. Я его несколькими буквально петельками завязала. Вот, а дальше продолжаем 2 лицевые, 2 изнаночные вязать до конца этого ряда. Тем самым формируя резиночку 2х2. Если ряд у вас закончился двумя изнаночными петельками, значит распределили рапорт и вы правильно. Теперь я рекомендую, дойдя до конца ряда, отметить булавочкой либо маркером начало-конец ряда, чтобы вы хорошо ориентировались. Я, в принципе, вяжу не в первый раз, поэтому вешать маркер не буду. Плюс у нас остается вот этот хвостик запрятанный, то есть отсчитав 6 петелек влево. Вот она у меня и есть, начало ряда. Теперь второй и каждый последующий ряд резиночки мы будем вязать по рисунку. Лицевые мы будем провязывать над лицевыми за переднюю полупетлю. Изнаночные мы будем вязать над двумя изнаночными за дальнюю петельку. Почему я уточняю? Потому что если вы будете вязать за дальнюю, либо только лишь за переднюю полупетлю, то у вас будут провязываться петельки скрещенными и получаться будут такие вот перекрещенные косички. Если же вы будете вязать изнаночные за дальние стеночки, а лицевые за ближайшие стеночки полупетелек, то и с лицевой, и с изнаночной стороны у вас получится одинаковая ровная красивая косичка. А уж тем более, если у нас будет отворотик на шапочке, то, соответственно, эта часть, которая сейчас у нас находится с внутренней стороны, она выйдет у нас на лицевую сторону и будет тогда выглядеть достаточно аккуратной и красивой вязкой. И так я буду продолжать вязать до тех пор, пока резиночка у меня не будет в высоту где-то порядка 7 сантиметров. То есть, исходя из плотности моей вязания, где-то 7 сантиметров, даже с половинкой, это у меня 20 рядочков. То есть, где-то 19-20 рядочков я буду вязать ширину резиночки 2х2. Затем, для того, чтобы получить четкую линию отворота изгиба, я сменю раппорт узора резиночки. Наоборот, буду вязать со смещением. То есть, там, где у меня изнаночные, я буду вязать лицевые, а там, где лицевые, буду вязать изнаночные. То есть, связав первую часть отворота, я сделаю четкую линию изгиба. В принципе, можно линию изгиба также сделать, просто провязав ряд изнаночными, либо лицевыми петельками. То есть, просто связав один ряд не резиночкой, а, к примеру, лицевыми, либо изнаночными петельками. Тогда вы тоже получите четкую линию изгиба, при этом продолжите вязать такую же резиночку. Но я обычно делаю ряд со смещением, вот, и мне кажется, он более гармоничный и более аккуратный, аккуратнее смотрится на шапочке. Итак, вяжем ширину в 7 сантиметров, либо же, если вы хотите, можете в 4, в 6 и так далее. Вот, а затем я со смещением вяжу еще ширину, вторую часть отворота, но уже где-то на 4 рядочка. То есть, если первая часть у меня, к примеру, будет 19 рядочков, то вторую часть со смещением я свяжу на 4 рядочка меньше. То есть, где-то около 15 рядочков в общей, скажем, сумме провязывания резиночки с отворотом. Итак, я довязала резиночку. После линии изгиба я провязала чуть-чуть меньше ширину, чем первоначально. Вот, посмотрите, что у меня получилось. Я просто сдвинула в шахматном порядке на пол рапорта, вот, и провязала вторую ширину чуть уже. Теперь я перехожу на основной узорчик. При этом я буду вязать практически все то же самое, что делала до этого. В начале ряда у нас идут сейчас 2 изнаночные, так как здесь шли 2 лицевые. То есть, я сдвинула рапорт и получается, что над двумя изнаночными я так и продолжаю вязать 2 изнаночные. Далее 2 лицевые. Далее у меня идут 2 изнаночные, но петли рапорта здесь должны быть платочной вязкой. Соответственно, это у нас 2 лицевые петли. Далее 2 лицевые. И все, рапорт у нас закончился. 2 изнаночные, 6 лицевых. Так я и дальше буду продолжать до конца ряда. Это 2 изнаночные и 6 лицевых. Это 2 петли лицевые, 2 петли лицевые платочной вязки и 2 петли снова лицевые. То есть, 2 изнаночные и 6 лицевых. Это первый ряд рапорта узора высоту. Второй ряд. Это начинается, как всегда, с 2 изнаночных. Далее 2 лицевые. По петлям платочной вязки, чередование сейчас изнаночный ряд. Соответственно, здесь идут 2 изнаночные над лицевыми. Далее 2 лицевые. Вот это и есть рапорт узора второго ряда. То есть, просто вяжем по рисунку резиночки 2х2. Чередование 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Над узорчиком, который был сформирован по резиночке. Здесь у нас, как вы видите, просто платочная вязка. Соответственно, это просто идет чередование лицевых и изнаночных рядочков. Третий ряд узора, как первый. Идет сначала 2 изнаночные петли над 2 изнаночными, 2 лицевые над 2 лицевыми. Далее у нас идут петли платочной вязки. Чередование было лицевого ряда, изнаночного. Теперь снова лицевого. Соответственно, здесь вяжем 2 лицевые и над 2 лицевыми 2 лицевые. Вот он и есть наш рапорт узора. Снова повторяем 2 изнаночные, 6 лицевых до конца этого ряда. Четвертый ряд, как и второй ряд, мы провяжем по рисунку. Над 2 изнаночными полосочками так и вяжем 2 изнаночные. Далее идут 2 лицевые, так и вяжем 2 лицевые. По чередованию платочной вязки сейчас изнаночный ряд. Соответственно, здесь вяжем также 2 изнаночные и далее 2 лицевые. Вот он и есть наш рапорт узора. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Чередуем до конца этого ряда. Пятый ряд, как первый и третий, вяжем с чередованием 2 изнаночные, 6 лицевых. 2 изнаночные, 2 лицевые. Далее над петлями платочной вязки лицевой ряд, соответственно, еще 2 лицевые. И 2 лицевые с этой стороны. То есть чередование платочной вязки так и продолжается. А здесь просто идет резиночка 2х2. Итак, пятый ряд, 2 изнаночные, 6 лицевых. Шестой ряд, как второй и четвертый, вяжем по рисунку. Над двумя изнаночными 2 изнаночные, над двумя лицевыми 2 лицевые. Далее над петлями платочной вязки у нас 2 изнаночные по чередованию рядочков лицевого и изнаночного. И далее 2 лицевые. То есть над петлями лицевыми так и вяжем лицевые, над изнаночной полосочкой так и вяжем изнаночные петли, а над петлями платочной вязки вяжем 2 изнаночные. То есть чередуем шестой ряд, как второй и четвертый. Две изнаночные, две лицевые, две изнаночные, две лицевые до конца ряда. Седьмой ряд по чередованию, как первый, третий, пятый вяжем, точно так же, начиная с двух изнаночных петелек. И далее шесть лицевых петель, то есть две лицевые над двумя лицевыми. Далее две лицевые над петлями платочной вязки по чередованию рядочков. И две лицевые над второй полосочкой из двух лицевых. Вот он наш рапорт узора. снова повторяем 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 6 лицевых до конца этого ряда 8 ряд это завершающий ряд рапорта все петельки в этом ряду провязываем изнаночными причем изнаночные я вяжу за дальние стеночки над изнаночными и за ближайшие стеночки изнаночные над лицевыми вот таким вот образом сейчас по чередованию платочной вязки идет изнаночный ряд соответственно все закрывается вот этим вот восьмым рядом раппорта изнаночными петельками и над изнаночными получается вяжем изнаночные и над лицевыми и получается вот такая вот изнаночная полосочка над всеми узорчиками до конца этого ряда довязали до конца 8 ряд и сейчас начинаем с 9 как с первого то есть точно также продолжаем вязать над изнаночными петлями рядом изнаночных вот здесь вот петелек 2 изнаночные далее 2 лицевые над петлями полосочки из лицевых петель и над петлями платочной вязки по чередованию сейчас 2 лицевые соответственно лицевые провязываем и лицевые остаются у нас над лицевой полосочкой то есть как и в первом ряду как в третьем как в пятом как в седьмом мы вязали с вами 2 изнаночные 6 лицевых так и продолжаем в девятом ряду вязать 2 изнаночные 6 лицевых потом по чередованию в каждом четном ряду это 10 12 14 16 провязываем по рисунку 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые потому что платочная вязка это чередование лицевых изнаночных рядочка вот по чередованию так и идем смотрим что здесь мы закончили вязать лицевой ряд значит следующий изнаночными петлями лицевые полосочки вяжем лицевыми изнаночные полосочки вяжем изнаночными с одной стороны и платочной вязкой чередование с другой стороны то здесь ничего сложного просто в каждом восьмом ряду когда будете провязывать вот здесь вот 7 рядочков платочной вязки в 8 ряд уже вяжите не просто две петельки здесь вот этой полосочки а полностью по всей окружности шапочки то есть первый третий пятый седьмой это 2 изнаночные 6 лицевых каждый четный ряд это 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и каждый 8 ряд это завершающий изнаночными петельками по окружности я думаю что здесь ничего сложного нет самый простой узор выбранный для данной шапочки причем уже можно сделать вот такой вот отворотик и посмотреть как это выглядит уже скажем так красиво в итоге уже виден хорошо переход на узорчик с под шапочки вот это начало мы спрятали под отворотик все теперь получается у нас вот такой красивый узорчик который плавно выходит из отворотика и дальше продолжаем вязать вот такую вот красивую шапочку до тех пор пока не будем закрывать петельки для макушки а так чередуем вот эти лишь 8 рядочков раппорт узора высоту вот я связала высоту шапочки и у меня сейчас если мы сделаем отворотик от линии изгиба 17 провязанных сантиметров вместилось 1 2 3 4 полных раппорта и 5 рядочков 5 раппорта то есть как бы половинка чуть чуть больше пятого раппорта сейчас я начинаю делать убавление для макушки вот если у вас размер больше шапочки то соответственно можете провязать глубже но я сейчас как раз таки остановилась при провязывании по чередованию платочной вязки я провязала получается лицевыми петлями лицевой ряд сейчас у меня будет изнаночный ряд в котором я буду делать убавление первый ряд убавления макушки это у нас идет чередование 2 изнаночные вот здесь вот 6 лицевых между полосочками платочная вязка в начале ряда сразу же на изнаночной полосочке я буду провязывать убавление переснимаю дальними стеночками вперед 2 изнаночные и 2 вместе провязывая 1 изнаночной вот таким вот образом далее у меня идут 2 лицевые я так и провязываю 2 лицевые 2 изнаночные провязываю по чередованию платочной вязки 2 изнаночные и далее 2 лицевые снова подошла к полосочки второго рапорта 2 изнаночные, поворачиваю дальними стеночками вперед и провязываю 2 изнаночные вместе одной. И так получается я в каждом рапорте в этом ряду убавлю по одной петельке в изнаночной полосочке. А все остальное, там где у нас 2 лицевые, так и провязываю 2 лицевые, где по чередованию платочная вязка, так и провязываю изнаночный ряд изнаночными петлями и 2 лицевые. То есть делаем убавление, затем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, убавление, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. До конца первого ряда убавления макушки. Во втором ряду убавления для макушки мы сейчас изнаночную провязываем над изнаночной, то есть у нас уже здесь сокращенная одна петелька. Далее 2 лицевые над двумя лицевыми петлями полосочки. А там где у нас идет изнаночный ряд платочной вязки в предыдущем ряду, мы за дальние стеночки провязываем 2 петли изнаночные вместе одной лицевой и тем самым снова сокращаем петельку вот здесь вот одну в промежуточке вот здесь где платочная вязка и далее довязываем 2 лицевые вторую полосочку лицевую раппорта и у нас снова в раппорте сократилась одна петелька вот так довязываем до конца ряда здесь изнаночная над изнаночной 2 лицевые над полосочкой из лицевых петель 2 изнаночные провязываем за дальние стеночки вместе лицевой, сокращая тем самым одну петлю и по чередованию сейчас здесь лицевой ряд. И далее две лицевые, то есть в петлях платочной вязки мы сокращаем одну петлю. И теперь раппорт узора у нас изнаночная, две лицевые, убавление лицевой петлей и две лицевые. Третий ряд это последний ряд раппорта узорчика и он вяжется у нас, как вы помните, вот такой изнаночной полосочкой изнаночными петлями, поэтому над изнаночной мы вяжем одну изнаночную, далее две лицевые мы провязываем полосочку вместе одной изнаночной и над лицевой петлей убавления также провязываем изнаночную. Там где две лицевые мы провязываем вместе изнаночную, там где изнаночная провязываем просто изнаночную и над петлями платочной вязки у нас также идет над петлей убавления изнаночная петелька то есть мы получается сокращаем в этом ряду вот эти лицевые полосочки провязывая вместе 1 изнаночной все остальное также вяжем изнаночной по рисунку то есть над изнаночной изнаночная 2 вместе петли лицевые 1 изнаночная над полосочкой петля убавления предыдущего ряда изнаночная и над лицевыми также у нас убавление идет изнаночной петлей то есть у нас раппорт узора составляет всего лишь 4 петли после изнаночного ряда мы четвертый ряд провяжем все петельки попарно за дальние стеночки две петли вместе одной лицевой 1 затем 2 вместе петли следующие лицевой за дальние стеночки второй раз то есть попарно провязываем вместе по 2 петельки до конца ряда и сейчас раппорт узора у нас составляет всего лишь две петельки и так убавление каждых двух петель провязывания попарно за дальнюю стеночку до конца этого ряда сделав ряд с убавлениями мы теперь просто один ряд провяжем лицевыми петельками для того чтобы не сильно стянутая была у нас макушечка провязали ряд лицевыми и теперь снова повторим предыдущий ряд то есть попарно провязываем за передние полупетли петельки лицевыми вот таким вот образом у нас сократится еще в два раза петельки по кругу то есть провязываем до конца осталось всего несколько петель и которые я провяжу снова лицевыми для того чтобы у меня скажем не был стянутый слишком такой вот пучком край макушки после того как мы провяжем лицевыми петельки вот эти по кругу мы отрезаем ниточку небольшой хвостик оставляем который вдеваем в иголочку все теперь нанизываем все петельки на иголочку вот таким вот образом по часовой стрелке как и шло наше вязание вот и все убираем затем спицы и заправляем хвостики вот таким вот образом я переснимаю оставляя небольшой краешек в начале вот так вот не краешек а даже я бы сказала петельку вот затягиваем наши ниточки рабочие вот так вот и смотрите стягиваем макушечку через а вот эту петельку в начале которая у нас получилось пропускаем ниточку вот рабочую и снова эту ниточку затягиваем начальную петельку то есть буквально пару раз пропустите сквозь ниточку вот так вот образовав петельку затягиваем и получается у нас узелочек вот теперь стянули хорошо макушечку вытаскиваем на изнаночную сторону и прячем хвостик он у нас уже закреплен хотите можете еще с изнаночной стороны закрепить и нам осталось лишь только отрезать вот этот хвостик спрятать вот этот хвостик внутренней стороны провести вторичную тепловую обработку и наша шапочка готова когда шапочку постираете вот эта макушечка еще более при выровняется и будет все достаточно аккуратно и красиво выглядеть я надеюсь что у вас получилось понравилось было понятно если что комментируйте кому что осталось непонятно если захотите увеличить длину шапочки можете связать на один рапорт больше изначально до закрытия макушечки таким образом у вас получится шапочка повыше скажем поглубже вот так же не забывайте ставить лайки подписывайтесь на мой канал точно не подписан и нажимайте на колокольчик для того чтобы получать оповещения о новых видео которые выходят на моем канале пока пока